Танкерная диверсия для импичмента Трампа. Глубинное государство еще способно огрызаться. Как можно взорвать несуществующие танкеры? Александр Запольскис. Специально для ИРХ. Глубинное государство еще способно огрызаться. Как можно взорвать несуществующие танкеры? На данный момент в интернете появились хорошие комплексные обзоры всех на данный момент известных фактов вокруг якобы страшной иранской атаки на мировой рынок торговли нефтью. Некие диверсанты атаковали крупнейший нефтяной терминал Фужейро. Поймать за руку никого не получилось, но пресса и ряд американских чиновников сходу указали на Иран. А вот дальше начались странности. Скажу больше. История настолько сшита белыми нитками, что можно сказать практически с уверенностью. Скорее всего, имела место спецоперация, но направленная не против Ирана непосредственно. Прямых доказательств ее нет. Но если взять за основу теорию заговоров, то как складываются пазлы, вы можете увидеть сами. Официально, что имело место быть? Внезапно пресса заявила о массовой диверсионной атаке на танкеры и нефтяную инфраструктуру в ключевой точке мировой торговли ЕЮ. Горят полтора десятка судов в порту. Горят нефтехранилища на суше. Ай-ай. Иранцы обещали перекрыть Армузский пролив. Вот смотрите, они его закрыли. Это атака на западный мир и на США. Америка, что, просто утрется? Америка не ответит. Трамп струсил? А-а-а. Учитывая истеричность нынешней западной геополитики, как должен был реагировать Белый дом? Находясь под постоянным давлением демократов, Трамп оказывается перед непростым выбором. Или немедленно подтверждать крутость своих Фаберже и отдавать приказ на удар по Ирану, или подвергнуться масштабной порке американской прессы за трусость и предательство американских интересов. Тем более, что сам Трамп обострял противостояние с Ири, много наобещавшей. В заливе уже болтается авианосная ударная группа. Да и под ударом подразумевался именно рейд, налет, разовая бомбардировка ключевых целей, а не морская десантная операция со стратегическими целями. Все это на фоне дикой истерики. Ааа, Иран напал, нефть горит, рынок рушится, цены сейчас взлетят, барель по 300. Это кердык американской экономики, мы все умрем, надо срочно что-то делать. И вот тут смотрим за руками особенно внимательно. Представьте, на месте Трампа в овальном кабинете себя. Где Америка и где тот Иран? По нему вдарить надо было давно, а тут такой шикарный повод. Победа практически гарантирована, так как захватывать сушу не требуется. Тогда чего тянуть? Опять же, победа над средоточием мирового зла в арабском мире станет хорошим плюсом в предстоящей предвыборной борьбе за второй срок. Скажите честно, положа руку на сердце, многие бы из вас удержались. Вот то-то и оно. На то и был расчет. Трамп отдается истеричному, сиюминутному давлению и дает приказ атаковать. Флот берет под козырек и по Ирану отрабатывает. Скорее всего, достаточно успешно. Именно потому, что внезапно сразу масштабно и разово. Ценой за это наверняка становятся ответные удары иранцев по Израилю. Причем не только первой разовой, но и видя решение стратегически усилить военно-техническую помощь Хезбалле и другим палестинским движениям. Израиль начинает получать по щам, на что инстинктивно реагирует приказом Цахал ФАС, и в Газе, на Западном берегу, и на Галанах, в том числе расширением ударов по иранской инфраструктуре в Сирии. В общем, за какие-то считанные дни весь Ближний Восток ярко взрывается грохотом, стрельбой и морем кровавых репортажей того, как страдают простые мирные люди. А кто в этом виноват? Трамп! Тут немедленно всплывают все указанные в ролике явные не складушки иранского нападения. Пожаров не было вообще. Из 15 ранее упомянутых хоть какие-то повреждения имеют всего 4 судна. Да эти очень сомнительные. Фотографии вы найти есть лишь по одному судну, и по ним корму они помяли явно при швартовых операциях. Именно помяли. Это не внешний взрыв. И тем более не дрон. Администрация порта какие-либо инциденты у себя вообще отрицает полностью. А был ли мальчик? Кто вообще сказал про иранскую диверсию? Американские СМИ? Нет. Они все дружно ссылались на некие ливанские источники. Ливанские. Карл. И вот опираясь на это, американский президент развязал войну на Ближнем Востоке? Он что, совсем идиот? Как можно позволять руководить великой страной такому неадеквату дальше? Далой его, далой! Импичмент! Не-ме-е-д-ле-н-о! Звучит, конечно, сильно инфантильно. Однако не стоит забывать, сколь сильно мы сегодня живем в мире откровенных комиксов. Президент США стратегические мысли излагает в своем твиттере. И это считается нормальным. На Украине некоторые министры штатно руководят ведомствами через Facebook. Так что клиповое мышление сейчас стало естественной нормой. Чем все закончится на Ближнем Востоке дальше, никого в США не волнует. От слова совсем. А вот получить жирную зацепку для сваливания узурпатора оправдывало бы абсолютно все. Но Трамп не клюнул. Уж не знаю, чутье сработало, или толковые советники нашлись. Но он в ловушку не полез. АУК приказа на удар по Ирану не получила. А когда волна спала и белые нитки истерики СМИ стали вопиющими, аудитория с изумлением спросила «И шо це було?» Подготовленная схема дала сбой, сработав в внештатном режиме. Заранее заряженные СМИ начали на автомате раздувать второй этап операции, тем самым выставляя себя в дурацком виде, обвиняя Трампа в разжигании войны, на которую он не явился. И еще раз подчеркну, Все сказанное прямого подтверждения не имеет. Но суть аналитической разведки как раз и заключается в анализе, в первую очередь, смыслов, в которые укладываются имеющиеся факты. А они слишком упрямо укладываются в картину некой спецоперации. На самом деле никто ничего нигде специально не взрывал. Откровенно говоря, до вечера 14 мая 2019 года ни одно из упоминавшихся в панических криках западных СМИ судов в международной системе контроля за движением судов вообще не упоминалось. Не только в регионе Ближнего Востока, Красного моря или Индийского океана, а вообще. В среднем порт Фуджейры принимает до полутора миллионов баррелей нефти в сутки. Это 3-4 танкера класса Афромакс. Плюс там на рейде каждый день стоит до трех десятков самых разных наливников. Случись хотя бы на одном из них пожар. Сами понимаете, с какой скоростью остальные бежали бы подальше от полыхающей бомбы, снаряженной двумя стами тысяч тонн легкой ближневосточной нефти. Это не говоря уже про риска оживевшихся спасателей и кораблей тушения пожаров. Прочие мелочи вроде неизбежных разливов нефти и других технических корабельных жидкостей можно даже не начинать. И где? Администрация порта с первых дней паники с изумлением просила показать, так где же и что в их акватории горит, ибо им ничего такого в своем хозяйстве не видно. Позднее, правда, они свою позицию сменили. Какие-то диверсии имели место быть, но где и что именно, непонятно. Танкеры атакованы были, но атакующих никто не видел. Не могут сказать даже, они по воде пришли или по воздуху прилетели. Впрочем, жертв нет, порт в порядке, экология не пострадала, остальное типа не их дело. Пусть другие разбираются. Интервью и комментариев не даем. Спустя еще сутки количество страшно пострадавших танкеров в фужере чудесным образом сократилось с 14 до 7. А еще через ночь их стало вообще 4, из которых хоть какое-то повреждение корпуса на фото смогло показать одно. Да и то явно не от взрыва или атаки, а от типичной ошибки при швартовке. В общем, картину явно лепят уже по ходу пьесы, подгоняя, а то и прямо придумывая факты на ходу. Их корявость и внутреннее несоответствие элементарной логике должны были сейчас играть в минус Трампу, вынужденному объяснять все их глупости. Но он, повторюсь, приманку не заглотил. Однако, хоть диверсия не удалась, сам факт попытки реализации операции подобного масштаба убедительно свидетельствует, что глубинное государство в США еще далеко от поражения, и оно еще способно огрызаться. Александр Запольский специально для ИРХ. Танкерная диверсия для импичмента Трампа.